Всем привет, меня зовут Костя Павлов И давно уже это знаете Сейчас постараюсь записать видео Без сценариев, без всего просто Вот как есть у меня какие-то мысли, так их и буду высказывать Даже не думаю, что мне придется записывать Какой-то подобный ролик Какое-то странное чувство Не думаю, что я кому-то вообще сделал плохо А уж тем более вам, мои зрители Думаю, вы уже поняли, что Сейчас речь пойдет о последнем ролике О сюрприз-боксе Очень много негатива вылилось в мою сторону Ну, для меня это действительно странно Но я постараюсь, наверное, пояснить, почему так получилось Ролики о сюрприз-боксах я делал очень давно То есть те, кто со мной там чуть ли не в самом начале Знают, что уже года 3-4 назад Я уже делал ролики о сюрприз-боксах Когда еще мы жили в Санкт-Петербурге Вот, и мне пришлось много потратить времени Чтобы найти хотя бы вот этот отрезочек Вот, трехгодичной давности То есть вы заказываете, делаете заказ На определенную сумму 500 рублей, полторы тысячи По-моему, три тысячи и пять тысяч Вот, и вам или тому, кому вы заказываете Приходится такой вот сюрприз-бокс И знаете, почему я делаю ролики о сюрприз-боксах? Ответ, по-моему, вообще очевиден Они заходят То есть если вы посмотрите несколько последних роликов О сюрприз-боксах То вы увидите, что один набрал миллион четыреста Другой набрал миллион двести Для моего канала это реально очень хорошо И это действительно единственная причина По которой я снимаю ролики на эту тему Мне нравится вскрывать, открывать, да И показывать вам что-то И, конечно же, как и любому блогеру Мне нравится, когда видео набирают Ну, такое количество просмотров Собственно, только поэтому я и снимаю ролики о сюрприз-боксе Не потому, что вы решили, что и меня там покупают Или еще как-то Да нет, на самом деле Ну, просто представьте Я уже более четырех лет открываю сюрприз-боксы Да, ролики заходят В большинстве своем Вот, ну, раз заходят Я, в общем-то, это и делаю Но если все-таки вы утверждаете И наставите на том, что Я продался, да Что открываю сюрприз-боксы Лишь бы, там, не знаю Сделать рекламу и так далее То, ну, как вы тогда объясните Что вот как раз-таки в предыдущем ролике О сюрприз-боксах, да Я сказал о том, что нашел брак То есть часы с колонкой, которую я открыл Да, там не работала колонка Я же об этом прям так и сказал в видео Что буду звонить в техподдержку и так далее Чтобы мне там, не знаю, разобрались Или там прислали какую-то новую То есть, по-вашему Мне заплатили за рекламу Но при этом я все равно сказал о том, что нашел брак, да Просто поверьте, ни один рекламодатель не пойдет на такое Не помню, чтобы на моем случае было такое Что у нас была реклама, да Мы нашли какие-то косяки, да И нам сказали, типа Да, давайте рассказывать об этих косяках Ну, не бывает такого, серьезно Поэтому говорить, что я продался, просто нельзя Да, я, конечно, не буду отрицать Что у меня есть дружественный настрой Некий на сюрприз-бокс Потому что все-таки уже давно знакомы С создателем этого сайта, вот Ну, потому что очень давно делаю о сюрприз-боксах И, естественно, в какой-то момент они это заметили И как-то они приглашали меня к себе Чтобы я посмотрел, как у них все это устроено Мы сдружились, да, в какой-то момент Спорить и отрицать не буду У меня есть некий дружественный настрой, да Но это совершенно не значит, что если мы знакомы, да Что если мы даже, можно сказать, друзья То я буду закрывать глаза там на их косяки Или еще на что-то Нет, я как бы говорю максимально объективно, как есть И я даже понимаю, почему вы так отреагировали На последний мой ролик о сюрприз-боксах Потому что не потому, что что-то изменилось Но по-честному ничего не изменилось Я посмотрел несколько предыдущих роликов, да О сюрприз-боксах, но они примерно такие же То есть я не веду себя как-то по-другому Не нахваливаюсь сильнее сюрприз-бокс, чем обычно, да Но вы почему-то отреагировали очень негативно И я уверен, что это лишь потому, что появилось очень много негативных роликов о сюрприз-боксах То есть вы видите, что там люди делают негативный обзор, да И обсирают сюрприз-бокс И увидели, что я сделал более позитивный ролик И вы сразу же решили, что я продался И это несмотря на то, что, блин, я все-таки нашел там Вообще, по-моему, я из всех вот этих вот негативных обзоров, да Я, по-моему, единственный, кто действительно нашел именно косяк То есть я нашел неработающую колонку И об этом вам сказал Хотя вырезать это ничего не стоило мне вообще То есть это раз-раз вырезается эти 10 секунд про колонку и все Вы об этом вообще бы могли не узнать Но я оставил это, чтобы вы знали об этом И вообще, если говорить о негативных обзорах То тут, ну, все настолько просто Если человек настроен сделать негативный обзор Если он хочет, не знаю, обосрать что-то, да То он это сделает Вот давайте сейчас я вам покажу пример объективного обзора Ну, слушайте, знаете, несмотря на то, что это подделка, да Очень хорошо выглядит, блин, мне прям нравится на самом деле Не знаю, я бы вот так вот с первого раза прям не отвечил Довольно-таки круто сделано Очень сложно отличить от оригинала Это прям реально очень сложно Даже особо ничем не пахнет Так, давайте посмотрим, что там внутри Вот эту прошивочку Нашу любимую То есть, если там еще и прошивка есть То это просто опять Там есть прошивка Офигеть Ну, слушайте, если бы я не знал, что это подделка Я бы, конечно, даже бы, наверное, сейчас бы очень-очень сильно бы сомневался То, что сделано реально очень даже достойно Тем более, если учесть его цену в 2000 рублей Вообще норм красотки Мне кажется, будешь ходить и никто не поймет, что это подделка А вот пример негативного обзора на совершенно тот же самый кроссовок Блин, да капец Вы же видите Это же вот просто Смотрите Везде вот этот клей торчит Они просто Они тяжеленные Как я не знаю, что это же Это сразу видно, что это не балансиага Нитки торчат Все сделано плохо вообще Ну, вот где Вы видели, что в балансиаге были вот такие вот Ну, это же просто дерьмище полнейшее Заходишь на любой рынок И покупаешь себе такие кроссовки И просто тебя все засирают Потому что, ну, видят, что ты в ненастоящих балансиагах И у них цвет У настоящих цвет вообще другой А здесь какой-то вот этот серый Фу, мерзкий И больше всего мне, конечно, удручают вот эти вот Потеки от клея Ну, 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 все Это, конечно, капец В общем, я думаю, вы поняли, что Очень сильно зависит от того, как человек настроит И как он хочет преподнести вам Ну, там, свой обзор, свое видео А так как негативные обзоры намного больше заходят То, конечно же, люди стараются как можно больше обосрать Там, как можно больше задеть, я не знаю, сюрприз бокс Меня в свои ролики вставить И сказать, что типа Павлов продался и так далее Это очень сильно зависит от того, как человек хочет преподнести информацию Вот что-что, а именно вот засирать я не люблю Для меня куда важнее сделать объективный обзор То есть высказать именно свои мысли, свое мнение То есть если ручка от MadRobots была не вечная Да, то, ну, я так вам это и показал Я вам так и сказал Казалось бы, ну, бери ты, покупай на этом MadRobots Все, да, и просто засирай, да Нет, я купил на этом сайте другие какие-то товары, да И показал вам, что пауэрбанк на дровах работает Ну, как бы это же объективно было так И согласитесь, если бы я захотел, я бы мог бы так обосрать этот пауэрбанк Вообще просто разнести его А да если вот так вот совсем уж вдаваться, да, в подробности Я мог бы там, не знаю, разобрать сам этот пауэрбанк Там что-нибудь отвинтить, какой-нибудь проводочек убрать Собрать его, все сложить И показать вам, что он вообще не работает Типа, вот, MadRobots Смотрите, какие они стрёмные вообще Ручка-то у них, блин, оказывается, далеко не вечная Пауэрбанк у них не работает Это так все просто делается Для того, чтобы лишь бы вот вы смотрели Чтобы вы получали вот эти эмоции Ну, не знаю, я вот, например, не такой Мне вот хочется именно показать, как есть Вот, поэтому я не засираю Я показываю объективность Ну, как, блин, повторюсь Я показываю то, как есть Если вы считаете, что негативный обзор Супризбокс, ребят, которые смотрели там более лучше Что вам это интереснее смотреть То гоу, пожалуйста, смотрите их И получайте удовольствие Вот, если все-таки вы хотите получать Какое-то объективное мнение Ну, оставайтесь со мной Я же, в свою очередь, буду продолжать делать то, что делаю Открывать и обозревать разные предметы Разные товары, гаджеты Разоблачать, если это получится, с сайта Если не получится, то буду вам говорить Что, типа, ну, все нормально, все окей Более того, я вам сейчас покажу Сколько у меня еще всего на открывание впереди То есть у меня там полный стол просто засыпан Давайте пройдем, посмотрим Смотрите Здесь, короче говоря, многое из того, что мы уже, в принципе, открыли И вот эту лампу мы открыли И эти наушники мы открывали И этот телефон мы открывали, да Но много чего здесь еще не открытого Много всего, чего еще нам предстоит проверить Сделать вот это вот все Вы представляете, вот столько тут всего То есть это я так полагаю еще на выпусков Блин, ну на выпусков 10 точно у меня здесь есть Всяких штуковин интересных В общем, ответ на вопрос Сколько мне заплатили сюрприз бокса Я думаю, вытекает из всего этого видео То есть нисколько Я эти ролики делал или делаю Не знаю, пока что еще не решил Лишь потому, что они, ну, реально Очень хорошо всегда заходили Поэтому, блин, глупо было бы отказываться от обзоров роликов, которые хорошо заходят В следующем ролике о сюрприз боксе Возможно, последнем Я хочу позвать вас, зрителей, ко мне сюда в студию Чтобы вы пришли Мы все сели Мы прям все вместе с вами откроем сюрприз боксы И каждый выскажется по тому, что попалось Да, и это будет максимально объективно Надеюсь, мнение Потому что все-таки, да Я немножечко более лояльно отношусь к сюрприз боксу Потому что мы знакомы Потому что мы друзья Возможно, у меня действительно уже глаз замылен Каким образом я это делаю То есть переходите ко мне в инстаграм Пишите мне в директ Что вы хотите поучаствовать в таком обзоре Но главное, чтобы вы были из Москвы Это прям вот нужно Это реально так будет проще Более того, я попрошу вас Чтобы вы сами заказали сюрприз боксы То есть я к этому никак не буду причастен Вы сами закажете эти сюрприз боксы Вы сами их принесете И мы их вскроем То есть настолько объективного Мне кажется, обзора Ну просто не может быть Я, например, этого не боюсь Потому что ну о чем не боятся Мне так Racing Я же заказываю сюрприз боксы Ровно так же, как и вы все Ну те, кто заказывали сюрприз боксы Поэтому я этого не боюсь Единственное, кто этого может бояться Никита Ружич Создатель сюрприз-бокса Заодно и посмотрим, действительно ли там приходит Людям то же самое, что и мне или нет Хотя я вам говорил и буду говорить Что я лично не заказываю сюрприз-боксы Заказывает другой человек Поэтому вряд ли мне можно Прислать как-то там Ну фиг знать, ладно, фиг с ним Посмотрим, как получится этот эксперимент И насколько понравится он вам И уже от этого будем отталкиваться Переходите ко мне в инстаграм, подписывайтесь Пишите мне в директ Ваше желание участвовать в этом проекте Ну и собственно все Такой вот я придумал, если тот ролик тоже не заходит То все, мы прощаемся с сюрприз-боксом Буду продолжать заказывать что-то с других сайтов Пока вы опять не скажете, что это реклама Или там еще что-нибудь Ну короче говоря, я думаю, что это бесконечный процесс С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе Всем пока Тыщ